Привет всем, с вами магазин Домик Принцессы. Сегодня мы вам расскажем, какие виды волос бывают, потому что среди этой темы очень много мифов различных и так далее. Все говорят по-разному. И на примере наших волос мы вам покажем, какие же все-таки виды волос бывают, виды накладных волос. Давайте начнем с европейских волос. Бывают европейские, бразильские, перуанские, узбекские, славянские и так далее. Мы начнем с тех, которые представлены в нашем магазине, в магазине Домик Принцессы. Это волосы европейские, первый тип волос. Волосы европейские, это индийские волосы и волосы азиатские вместе. Они не срезаны с европейских дам, как это принято думать. Они срезаны, это, так скажем, микс. Индианки сдают, 18 лет им исполняется. Они сдают в храмах свои волосы и несколько тонн волос Китай перерабатывает в год и делают из них европейского типа волос. То есть европейского типа. Примерно 0,5 миллиметров они в срезе. Очень-очень похож волос на славянский. Вообще, я хочу сказать, забегая вперед, что все волосы очень тоненькие. Нету таких прям плотных волос. Ну, это, конечно, кроме волоса яка или буйвола. Но мы такие волосы не продаем. Мы продаем только человеческие. Значит, срез волос идет от кутиков до кончика в одном направлении. Называется рэми. Такое вот модное английское слово. Сейчас вы можете везде встретить рэми. Значит, волос индийский и азиатский, он изначально темного оттенка. Поэтому для обработки волос волосы изначально окрашиваются различными химическими веществами. Процесс занимает в районе 4 часов. То есть из черного волоса производитель делает блонд. И из блонда уже окрашивают различные цвета. Примерная палитра это 15-20 цветов. У каждой фабрики абсолютно различная палитра. Поэтому у нас, кстати, представлено в магазине несколько фабрик. И вы можете всегда выбрать под свой цвет волос. Цвета стандартные. То есть практически они окрашены под краску. Есть, конечно, и русы. Русы цвет очень красивый достаточно. Но без пепельного отлива. Пепельный отлив вы можете увидеть в других палитрах, о которых я сейчас буду рассказывать. Следующий волос это бразильские волосы. Бразильские волосы, собственно, регион сбора это Бразилия. У нас фабрика представлена Бразилия. Это волосы также темные, но они немножко другие по текстуре. Более немножко такие мягкие, что ли, или как сказать. Но все равно европейские тоже мягкие. Ну, в бразильских другая цветовая палитра. Вот в чем дело. Поэтому мы заказываем несколько фабрик бразильских. И можете посмотреть также на нашем сайте различные цвета. Вот этот, например, мелированный есть. Есть темный оттенок без медных каких-то переливов. Обычно в европейских волосах у нас есть медные переливы. Вот. В темных оттенках бразильских такого нет. Поэтому вы всегда можете подобрать под свой оттенок. Хочу показать также очень интересный русый оттенок с таким светлым кончиком, который очень актуален у русских леди. Так скажем, потому что он обвален. И вы можете выбрать всегда подобрать под свой цвет. Также есть несколько оттенков в русах. Это не вся палитра. Есть достаточно много оттенков. Ну, примерно 15 штук. И следующий момент, следующий тип волос, который у нас представлен, это перуанские волосы. Они совершенно недавно стали появляться на рынке. Это волосы идут из Перу, донор. Соответственно, там тоже совершенно другая палитра. Есть такие тоже представлены очень-очень красивые русые пепельные оттенки. Этих оттенков нет в европейских волосах, но зато они есть вот в перуанских. Волос перуанский в срезе примерно 0,4 мм. И очень похож на славянский волос. Славянский волос, соответственно, просто идентичен. И иногда даже говорят, что называют перуанские волосы славянскими. Но это не так. Перейдя к четвертому типу, к славянскому, самому покрытому бородатыми мифами, могу сразу сказать, что славянского типа волос фабрики в Китае точно не делают. И они не могут стоить, так скажем, в диапазоне от 3 до 6 или до 7 тысяч рублей. Это гораздо дорогая, более дорогая категория. Славянский волос собирается вручную. У нас нет никаких фабрик, которые там что-то делают, как в Китае, например, огромные фабрики. Очень недорого получается. Ведь европейские волосы, о которых мы с вами говорили в начале видео, они все-таки очень демократичны по цене. Хорошие по качеству и ничем не уступают другим волосам. Если же брать славянские наши, то это нужно срез. Это срез волос стоит от 3 до 8 тысяч рублей. И также нужна индивидуальная работа мастера. Примерно, чтобы пошить 10 сантиметров тресса, ну, примерно цена ручной работы 1000 рублей. Этого ручного человек в течение 5 часов вышивает, шьет этот тресс. Соответственно, цена на славянские достигает от 10 и выше. И 20 тысяч, и так далее, может быть, поскольку это ручной труд. Соответственно, вы теперь знаете о всех видах волосах, знаете, что бывают разные виды и разные стоимости на эти виды. Вы можете выбрать совершенно любой вид, придя в магазин, посмотрев, потрогав текстуру, подобрать под свой цвет волос. И на этом все. Вы можете задавать вопросы в комментариях. Мы обязательно ответим на все ваши вопросы. Всем пока!